я очень люблю проводить утро вместе с вами тем более сегодня она украшена таким потрясающим светом поэтому я говорю вам доброе утро и мы начинаем после пробуждения принятия витаминов и 2 стаканов воды я начинаю домашнюю тренировку это стало уже привычкой говорят чтобы сформировать привычку необходимо 21 день подряд повторять один и тот же механизм действий это работает я каждый день делаю тренировки с платформой фитстарс иногда дважды в день сегодня у меня силовая тренировка это новый этап для меня и это совсем не просто но на платформе фитстарс очень понятно показывается каждое упражнение и я справляюсь ощущение что у меня свой персональный тренер тренировки длятся от 7 до 30 минут в день мне не нужно собираться в зал никуда ездить все очень удобно я экономлю свое время и при этом остаюсь в форме если вы поставили себе цель изменить питание в том числе и нацеленные на снижение веса на платформе фитстарс есть раздел с рецептами которые помогут вам питаться правильно и разнообразно также там есть множество обучающих курсов на тему здоровья что помогает лучше понять свой организм и разобраться с важными вопросами у фитстарс есть также тренировки для детей которые проходят в игровой форме и это как мама меня особенно радует у меня очень давно оформлена безлимитная подписка которая дает массу бонусов и я рекомендую вам оформлять именно ее сейчас на фитстарс проходит акция апрельский старт встречаем лето в форме там есть три классных тарифа если вы покупаете безлимитно всегда вы тренируетесь и забираете подарки за 5 тренировок сертификат на 2000 рублей фирменный магазин фитстарс шоп за 10 выполненных тренировок сертификат на 3000 рублей и за 21 выполненную тренировку вы получаете сертификат на умные весы фирменном магазине но вы также можете оформить безлимит на год и получить за 5 тренировок сертификат но вы также можете оформить безлимит на год и получить за 5 тренировок сертификат на 1000 рублей а за 21 выполненную тренировку сертификат на 2000 рублей в магазин FitStars Shop. Акция действует с 1 по 30 апреля, поэтому торопитесь и присоединяйтесь ко мне, будем вместе тренироваться и мотивировать и поддерживать друг друга. Имейте в виду, что для участия в акции «Апрельский старт. Встречаем лето в форме» нужно обязательно нажать кнопку «Участвовать в личном кабинете». Все условия вы можете посмотреть на сайте FitStars. Я оставлю для вас под видео ссылочку, переходите по ней и присоединяйтесь. Также под видео вы найдете мой личный промо-код, который дает скидку 70% на подписку на FitStars. А мы с вами продолжаем наше утро. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я показывала вам этот тоник, как только я его купила. Это тоник от Clorans для жирной кожи. Как классно! Он контролирует выработку Sebum. У меня даже тональный крем, когда я наношу макияж, держится дольше, лучше и лицо совершенно не жирнится. Такой он классный. Просто я в него влюблена. Мне кажется, это теперь мой must-have на лето. И вот этот тоник мне безумно нравится. Я заказала себе, кстати, еще новинки от NANIC. Это тоник увлажняющий. Он с пробиотиками, с пробиотиками вернее. И он настолько классно выравнивает тон кожи. Я пользуюсь параллельно вот этой вот сывороткой. В парочке их использую. Это просто бомба. Классные продукты. NANIC для меня сейчас бренд номер один, наверное, наравне с Clorans. Просто это для меня такая новинка. Я раньше никогда их не пробовала. И начала тестить только в январе. И любимый крем с пробиотиками от Dr. Curricle. Опять к ним вернулась. И хочу все-таки взять еще себе тоник такой и средства для умывания. Есть еще в этой линейке. Тоже хочу попробовать. И остатки Total Eye от Clorans я сегодня использовала. Там буквально на один раз еще в этом тюбике осталось. И я вам покажу свою бюджетную новинку. Гель для век. Заказала его недавно. Он такой классный. Я буквально пару раз им воспользовалась. Сегодня решила допользовать этот. В общем, ждите. Сегодня все будет. И вот эта сыворотка у меня самая любимая, обожаемая от Arborian. Я ее за два месяца извела просто в ноль. Но она безумно классная. Я сегодня как раз ее использовала. Изначально хотела вот эту вот. Но потом решила допользовать уже, чтобы меньше банок копить. Потому что скоро приедут ко мне новинки. Я сделала несколько заказов. И на сайте Нанник, и на Золотом Яблоке. Поэтому, да, сейчас допользую то, что есть. И вот этот крем от Toine тоже шикарно ложится под макияж. Это просто бомба для утра, когда у вас кожа без каких-либо проблем. Когда она ровненькая, красивая. Вам просто хочется напитать и увлажнить. Вот это средство просто идеально подходит. Этот крем был моим SOS средством в холодный период. И в тот период, когда только-только началась весна, знаете, когда кожа перестраивается, не понимает вообще, что ей надо, я им спасалась. Это не дешевое удовольствие. Но он действительно того стоит. Я точно такой же подарила своей маме. От них, кстати, есть, насколько я помню, рефилы. Если я правильно помню. Ну, возможно, я сейчас заблуждаюсь, поэтому точно говорить не буду. Но, по-моему, должны быть здесь рефилы, которые вставляются в эту банку, чтобы вам не покупать еще одну. Любимые массажеры мои. С этой сывороткой у меня абсолютная любовь. Тоже наник. Когда у меня высыпание. Просто одна ночь и высыпаний нет. И кожа ровная, чистая, безумно красивая. И еще из интересненького вот эту маску от For Your Face. Тоже активно использую. У меня уже больше половины, по-моему, там израсходовано. А нет, чуть меньше. Но она тоже суперклассная. И она настолько выравнивает тон кожи. Но я не выношу ее запах. Я сейчас просто ее открыла. Я понимаю, что здесь просто задохнуться можно. Вот этот запах травы, какой-то зелени. Нет, это не моя история. Или я люблю что-то более ванильно-химозное. Или что-то ментоловое по ароматам. Такие средства все-таки не совсем для меня. Именно по запаху. А по эффекту она очень классная. И любимая за последнее время. Кто бы что ни говорил, что, Алена, вы по-любому не пользуетесь маской за 300 рублей. Вот видите, пользуюсь. Это маска от Leche. Очищающая. У меня просто закончилась давно уже моя Glam Glow. И я пока не нашла для себя идеальной очищающей маски. Так, курьеры. Мне привезли мою рыбку для завтрака. Так вот, да. Действительно очень классная. За свои деньги. Она с кислотами. Это не просто какая-то чистейшая глина. Здесь есть кислоты. То есть то, что действительно работает, заставляет поры становиться чище. И то самое масло Colorance. Для коррекции фигуры. Которую я просто обожаю. У меня вторая банка. Уже видите, насколько израсходована. Я ее сейчас заказываю себе третью. Ничего не могу с собой поделать. Это моя любовь. Но я начала его использовать сейчас по-другому. Я сначала его наношу. И затем уже делаю массаж сухой щеткой. Так получается деликатнее, менее травматично для кожи. И приятнее. И мне кажется, что эффекта даже больше. Потому что все-таки это стимулирует лучшую впитываемость. Я не делаю всякие баночные массажи. К сожалению, я, наверное, ленивая очень для этого. Но в целом недостаточно тренировок, чтобы поддерживать форму. И для того, чтобы разгонять кровь целлюлита, чтобы не было. И далее для поддержания уже наношу вот это масло. С массажем с сухой щеткой. Помогает просто на ура. Ей-богу, я бы показала. Но это будет очень неприлично. Но состояние кожи просто восхитительное. Я каждый раз прихожу на массаж и получаю комплименты. И как бы мне девчонки не писали в комментариях, что вам вообще-то 26 лет, чего вообще говорить тут про состояние кожи. Давайте не будем говорить про кожу современных девушек. Молодых и немолодых. Состояние кожи у многих достаточно проблемное. Потому что сейчас такое питание в целом. Очень много трансжиров. Очень много всякой ерунды, которую все едят. Газировку пьют и так далее. Откровенно это так. Давайте не будем лукавить. Но есть девушки, которые по конституции своего тела, по состоянию кожи, они всегда прекрасны. То есть целлюлит вообще не свойственен. Это просто такая особенность их тела. Вот насколько им повезло. У меня не так. Поэтому я пользуюсь. Супер классные мои находки. Недавно я заказывала в Золотом Яблоке маски от Маскохолика. Они противоотечные. Просто идеальные. Я их испробовала еще на январских праздниках. И сейчас я вновь их себе заказала. Несколько штук. Две у меня еще остались целые. И бюджетный, достаточно сейчас со скидкой. Он стоил рублей 600 на Золотом Яблоке. Гель для век от L'Oreal. Ревиталифт. Я когда-то дарила такой своей маме. Он не то, чтобы направлен на борьбу с морщинами, как он обещает. Но он идеально снимает отек. Идеально увлажняет, ухаживает и освежает. Такая классная штука. Просто я обожаю этот крем. Я какое-то время давно им пользовалась. И сейчас подумала, а чего я буду повторять Clorans? У меня в целом сейчас в области вокруг глаз нет какой-то прям сильной проблемы. Но утром и вечером нужно как-то все равно что-то наносить, ухаживать в любом случае. И я решила заказать его. Посмотрю, попробую. Возможно, я еще в параллель возьму Clorans для того, чтобы у меня просто был он как опция. Ну и этот я тоже буду использовать. Он очень легкий. Невероятно приятный. Такие вот у меня находки. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok те, которые внизу расклешенные, и у них такой разрез по ножке. И с каблуком они мне даже в целом по росту неплохо сели. Если честно, я не ожидала. Я соскучилась по такому формату. Я хочу сейчас их надеть. С жакетами особенно они круто смотрятся. С какой-то укороченной верхней одеждой они классно смотрятся. В общем, суперская находка моя. Обалденный. И цвет хороший. Мне очень нравятся такие светлые джинсы. Я их люблю прям больше всего. Сегодня, наверное, или завтра я буду снимать образы и покажу вам. Хотя в целом я сейчас выезжаю по магазинам и, наверное, сейчас и покажу, как они смотрятся. В целом, да? Я в них и поеду. Они очень классные. И они так красиво удлиняют ноги. Просто ощущение, что они у меня от ушей. И при том, что они не на завышенной посадке, а не на средней посадке. И все равно это очень красиво. Ради чего я пришла в Lime. Туфли слинбеки. Знаете, когда нет денег на YSL, но очень хочется. И они, правда, визуально вот так вот. Очень похоже. И они суперсимпатичны пряжкой. Но тут совсем другой каблучок. Вот этот вот китонхил аккуратный такой. Мне они очень понравились. И цвет такой шоколадно-бордовый, темный, очень насыщенный, красивый. Очень симпатичные босоноги. Аккуратные такие. И выполнены классно. Я обожаю такие платья с вырезами на лопатках, чтобы лопатки были видны, но и спереди. Соответственно, здесь такие достаточно крупные вырезы. Это так всегда сексуально смотрится. И это плотный, эластичный трикотаж, который хорошо держит форму. То есть, если хочется трикотажное платье, то вот такое из Lime можно смотреть. Оно будет классно выглядеть. Даже я думаю его примерить. Хорошенькое такое. Вот эти бра у Lime невероятно комфортные. Вы просто их надеваете, как маечку. Потому что они здесь без единой застежки. Они полностью бесшовные. Вернее, там есть шовчик. Но нет вот именно вот этой выделяющейся застежки. Вы их надеваете, вы вообще их не чувствуете. И трусы из этой же коллекции тоже просто бесподобные. Я их обожаю. Определенно можно найти аналоги. И даже чуть дешевле. Но как факт 899 трусики и бра 2 300. Классные. Я в Lime всегда захожу за украшениями. Потому что они здесь очень классные. Мне нравятся такие обгрызанные вишенки. Я у кого-то во влоге видела. У кого я сейчас не вспомню. Сразу же обратила на них внимание. Еще мне нравятся вот эти вот. Тоже симпатик. Но я приехала за такими сферами, кружочками. Хочу такие в золоте. Мне очень нравится такой формат. И еще какие-то я видела на сайте. Невероятно симпатичные. Еще обратила на них внимание. Если увижу. А возможно их разобрали и я не увижу. Тоже хорошие. С черной амалью. Минималистичные очень. Вот такие мне нравятся. Но вот небольшие такие круги. Кольца. Вернее. Небольшие такие кольца. Они подчеркивают круглое лицо. Крупные наоборот как будто бы удлиняют лицо и делают его правильной формы. А такие небольшие наоборот вот эту вот круглость подчеркивают. Заметила. Хотя красивые. Вот эти тоже симпатичные. Я же забыла вам показаться. Правда я не сильно причесана сейчас. Ну да ладно. Я попала под жуткий ветер когда только-только вышла из такси и поняла что все тут уже ничего не исправить. У меня волосы очень быстро теряют форму если я попадаю в какие-то неправильные погодные условия. Тем более я сегодня их не укладывала. Я просто высушила без единого стайлингового средства и все. Так вот. Хотела показаться. Показать вам те самые джинсы которые я покупала в манго. Смотрите как круто они смотрятся. Я в кроптопе и пальто просто. Я даже соскучилась по таким женственным джинсам. Мне кажется это так круто. Все же скучали по скинни и по всему что нас облегает. Потому что я в последнее время поняла что я не ношу джинсы потому что у меня только вот эти вот широкие варианты. Я просто уже смотреть на них не могу. Я смотрю серьги. Я хочу что-то купить. Хотела вам показать так и не нашла. Серьги вот такие же как у меня вот эти под ботегу. Они были на сайте Lime в серебряном цвете с камушками усыпанные. Они так красиво выглядели. Я думала что я их сегодня здесь и вижу. Их тут нет. Но я смотрю вот на эти. Причем всерьез. Хотя изначально я прицеливалась на сферы. Еще я бы все-таки что-то примерила. Смотрите как очаровательный этот жакет. Кстати он на сейле сейчас за 7900 висит. Смотрится с моими новыми джинсами. Это же просто красота. Как я вот по этому всему скучала. Он такой классный. У меня есть подобный и поэтому я решила примерить. Я показывала вам видео свой жакет от Утерк с такими акцентными воротничками и плечами там такие достаточно объемные. Но идея жакета примерно такая же. Он тоже немного укороченный такой аккуратный немного как будто бы в стиле Шанел но при этом такой знаете сдержанный аккуратный без каких-то нарочитых элементов хорошенький и учитывая что он на сейле сейчас сколько он тут уже висел твит не испортился потому что бывает такой твит который цепляется со временем и ты понимаешь что он здесь тоже висит непонятно в каком виде а в твоем гардеробе он тем более скоро потеряет свой внешний вид и толку от него никакого не будет а он очень хорошенький учитывая сейчас тренд на твит на стиль Шанел можно брать я считаю что еще можно было ожидать от фаната серых костюмов я нашла такой классный вариант с подстреленными брюками по идее если бы я была повыше они были бы еще короче потому что тоже намек на то что мы скоро будем носить капли ну как будто бы да может длина все выше и выше но он такой классный у него во-первых кайфовый материал прям такой плотненький жилет классно смотрится но мне бы хотелось чтобы он был чуть поменьше потому что это XS и он все равно супер объемный хотя с таким жакетом смотрится классно но соло этот жилет я бы уже не надела потому что я бы с такими брюками хотела что-то более миниатюрное но вообще крутой мне нравится его оттенок такой светлый аккуратный серый жакет жакет сам в себе очень классный я задумалась над жакетом я зашла в мак если честно немножечко нагло так копировать гучи но надо сказать что очень миленько смотрятся классно даже я бы чтобы поиграться такие купила одна из самых трендовых пар сезона такие классные слинбеки такие вот мюли симпатик с пряжкой мне очень нравятся хорошенькие но обувь в мак кстати симпатик всегда я всегда смотрю на их босоножки в новогодней коллекции у них тоже были классные пары мне нравятся всегда в европолисе кстати достаточно большой мак прям есть где походить вот такие не берите они быстро расползутся потому что здесь не очень хорошее качество именно вот этого материала вот из водорослей по-моему делается не очень по качеству я зашла в манго и первым делом я увидела такие симпатичнейшие пола которые я видела на ламода в том числе они такие хорошенькие они супер мягкие супер приятный трикотаж такая база для тех кто пока я не любит простые футболки такие они мягонькие и они похожи прям на самые что ни на есть балетные балетки очень хорошенькие прям балетные балетки пуанты вот что я хотела сказать даже своим носочком в черном цвете они тоже есть черные такие тоже очень симпатик здесь есть небольшой каблучок потому что например просто вот в таких балетках у меня нога не сможет существовать мне нужна какая-то вот какой-то нюанс здесь который будет приподнимать мне пяточку потому что иначе у меня нога с ума сойдет такие хорошенькие вот эта сумка в кристаллах она из бархата мне очень нравится переливается невероятно красиво вообще вечернего здесь прям хороша вот эти металлические тоже хорошо сделаны я вам показывала свои туфли из денима от ванго и когда их покупала я изначально засматривалась вот на эти на меня смутила крупная пряжка и то что каблук здесь пластиковый а я взяла в итоге те у которых каблук обтянут денимом супер симпатично кстати смотрится если например те уже раскупили можете посмотреть такой вариант мои которые с таким маленьким сердечком вот здесь вот спереди они более аккуратненькие просто эти такие более акцентные чокеры цветы у нас все еще есть кстати мы их охотно носим кто-то написал мне под видео что это антитренд нет не антитренд мы все еще продолжаем это носить очки кстати в манго я люблю солнцезащитные у меня были они очень долго служат такой симпатичный кофейный костюм как будто бы бомбер ну по крайней мере верхушка вот эта горловина очень похожа при этом рукава без резинки здесь тоже никакой резинки нет то есть такой жакет бомбер и брюки с защипами полноценной длины такие расширяющиеся к низу очень красивый вариант на каждый день это никогда не будет похоже на какой-то например офисный костюм это именно такая повседневная история очень кайжульная но при этом это все-таки костюм и мне нравится что пуговицы здесь обтянуты той же тканью из которой сделан жакет они абсолютно не выделяются суперспокойно все это выглядит и можно любую фурнитуру сюда в целом подобрать и качество очень хорошее вот этот буклешный бомбер с виду очень симпатичный но когда ты подходишь к нему он ощущается как махровое полотенце и вот уже весь прикол как будто бы уходит как будто бы селинда вот эти липсы мне тоже очень нравятся еще на ламода я смотрела их там быстро разобрали их его губы вот эти в общем хорошенький такой клочок обычно вот такие сумасшедшие сумки ты покупаешь чтобы когда-нибудь надеть а в итоге потом носишь вообще совсем эти туфли в стиле миу-миу были невероятно популярны у европейских блогеров если честно я думала что они у нас уже просто все разобраны они были еще в красном цвете весь запрет грамм просто был в этой обуви и они такие хорошенькие сколько они стоят 7000 в черном цвете очень стильные всем доброе утро обожаю снимать в тот день когда я покрасила брови а я сегодня утром делала самостоятельно окрашивание хно и теперь у меня просто погода в Азербайджане мне очень нравится что я отказалась в последнее время от любых подводок и если раньше я делала линию по ресничному краю то сейчас я даже ее не делаю то есть я просто рисую стрелку коричневыми тенями кисточкой и все и крашу ресницы и у меня от природы у корней достаточно темные ресницы то есть такие прям черненькие и поэтому глаза и так в целом кажутся яркими и мне достаточно не нравится что глаза стали такими легкими и очень дымчатыми брови еще немного станут посветлее и я буду совершенно счастлива я прибежалась по магазинам вчера и поняла что мне нужен разбор гардероба такой основательный очередной потому что когда у тебя возникает железное желание что-то купить и дополнить чем-то свой гардероб нужно сначала понять что у тебя уже есть потому что вот это желание что-то купить оно возникает не просто так оно возникает от того что ты конкретно что-то недополучаешь от своего гардероба то есть тебе не хватает чего-то конкретного но ты не можешь понять чего именно и сегодня когда я разбирала шкаф сейчас я поняла что мне просто не хватает элементарных верхов мне не хватает топов лонгсливов и так далее и в этом вся моя проблема я не получаю от гардероба той легкости которую я хочу в плане я подхожу к шкафу и все время задумываюсь над тем что мне надеть просто из-за того что у меня недостаток вот этой вот верхней портретной зоны и вещей которые в нее входят попробуйте иногда нам кажется что нам хочется чего-то нового но если мы просто что-то купим у нас эта потребность не закроется потому что мы не понимаем в чем конкретно пробел у нас в гардеробе для того чтобы это понять нужно хорошенечко в гардеробе нашем покопаться и я сегодня прям выписала себе по списку что я хочу изменить в контексте своих образов своего гардероба сделала акцент на аксессуары и в общем к весеннему сезону у меня снова такой маленький виш-лист но именно относящийся к вопросам не блажа вот этой вот хочу там трендовую юбку а реальной необходимости это очень сильно помогает не тратить деньги на всякую фигню я хочу чтобы вы поняли в контексте того что я вам показываю одежду например когда я снимала видео о трендах последнее я показываю вам образы я вам показываю актуальные тренды когда это сотрудничество с брендами вы должны понимать что это возможность показать вам что-то новое показать вам что есть сейчас на рынке и показать вам варианты сочетаний как можно интересно простилизовать свои например ежедневные аутфиты то есть это это часть моей деятельности вот что я хочу вам сказать и в этом контексте то что я вам показываю это или то что я реально ношу или то что я носила бы потому что откровенно если бы я оставляла себе всю одежду я бы наверное в ней уже просто поросла и когда я вам честно говорю что это сотрудничество что я делала заказ у бренда и это видео выпущено в сотрудничестве и вы это видите это означает что я хотела вам показать эти образы я не утопаю в огромном количестве одежды хотя безусловно у меня ее много и она хранится не только в основной гардеробной зоне она также хранится еще и в коробках и в совершенно разных шкафах которые вообще присутствуют в моей квартире я в процессах чтобы вы понимали у меня здесь просто целый механизм разбора выработан я достала всю обувь которая уже рассчитана на будущий сезон единственный момент все кроссовки у меня стоят в прихожей я их сюда не таскаю это все я разбираю отдельно вместе с верхней одеждой здесь у меня сумки кстати это реально все что осталось и моя Бальман еще в прихожей стоит потому что я вчера с ней ходила и я сильно подозреваю что вот эта вот Миранда тоже скоро меня покинет потому что я нашла для себя ту сумку в таком молочно-бежевом цвете которую я действительно очень-очень хочу и скоро ко мне приедет еще одна моя новая которую я подарила себе по сути на 8 марта я выбрала кстати тогда вот эти молочные укороченные казаки помните во влоге у меня была распаковка да все-таки на них я остановилась здесь очень много обуви из Эконика вот эти вот зебры Эконика это Эконика рыжие Эконика молочные на платформе которые вы не любите тоже Эконика розовые в общем очень-очень много есть манго лодочки вот эти вот тут Зара эти красные Грейсиана кажется так они называются шлёпи вот эти вот это фурла это тоже манго мои такие потрёпанные это Джованни Фабиани я в них ещё замуж когда-то выходила очень любила их ну и там ещё Утерк и Стив Маден и здесь тоже Эконика вот эти беленькие украшения сейчас тоже разбираю в общем да у меня здесь уже висят такие мои летние платья и топы и так далее в общем то что мне сейчас точно будет нужно для образов я начинаю раньше разбирать гардероб чем возможно это стоит делать в нормальном мире просто потому что я должна во-первых понимать что мне нужно купить во-вторых потому что я снимаю для вас про летний гардероб соответственно да здесь у меня хранятся джинсы причём оказалось что именно так их хранить максимально удобно просто я в три раза их складываю и вешаю на вешалку и здесь у меня ремни то есть логика ты надеваешь джинсы добавляешь ремень и выбегаешь ну и брюки здесь какие-то ещё кожаные тоже висят которые я периодически ношу здесь у меня хранятся жакеты не все у меня есть ещё дополнительная секция в шкафу то есть там ещё часть но здесь те которые я ношу сейчас чаще всего скажем так плюс вот этот яркий костюм который я надеваю здесь какие-то жакеты висят просто самостоятельно какие-то с брюками в составе костюма мне тоже это максимально удобно я сейчас ещё почистила кучу всего избавилась от лишних вещей они уже все убраны по пакетам здесь только то что со мной точно остаётся ну и конечно в плане летней одежды тоже я много всего достала из вот той огромной коробки куда сейчас убрана уже моя осень здесь у меня хранятся украшения причём вот эти вот органайзеры с wildberries я просто обожаю это так удобно удобнее я себе даже не могу представить я собрала всю коллекцию вот этих селёжек у меня сначала были золотые теперь у меня есть ещё и розовые и фиолетовые я их просто обожаю насколько ярче с ними становятся глаза когда я их надеваю энтон хьюнис масс сима дути кольца вот эти вот это тоже кстати мосса серебряное и золотое много винтажки тут тоже колечки и здесь тоже много всякой винтажки кольца омут в общем да но я думаю что эта коллекция скоро пополнится потому что я сделала несколько заказов здесь тоже винтажка это сваровских это алиэкспресс под баленсиагу ой баленсиагу под ботегу мое сердечко любимейшее и здесь тоже всякая мелочевка есть и алиэкспресс поэзендроп и что-то винтажное тоже есть раз уж у нас сегодня с вами такие гардеробные темы устроим сейчас маленькую распаковку поговорим об аксессуарах на сезон весна-лето 2024 вы знаете как я люблю российские бренды один из них это бренд Афина который специализируется на производстве именно сумок но у них конечно можно найти и другие аксессуары из натуральной кожи причем кожа очень классная зернистая которая не царапается то есть такая износостойкая у меня мама обожает сумки от этого бренда носит их и маме я доверяю потому что это не самый такой человек который трясется над каждой сумочкой и сумки служат действительно годами начнем мы с вами с самого интересного цветного варианта у них в коллекции появились более цветные варианты более интересные до этого были максимально спокойные оттенки сейчас конечно и весна заставляет включать что-то яркое в гардероб но при этом оттенки все очень носибельные и очень дорого выглядящие такие сложные знаете не просто вот такие вот яркие цвета а что-то такое припыленное немного усложненное как будто бы такой многогранный цвет и самая первая сумка и самая первая сумка это такая сумка пакет не багет а пакет девочки напоминает мне по форме пакеты Zara помните у них такой был и они выпустили книгу феномен феномен Zara и вот точно такой же формы была и вот с ручками была эта книга что касается этой книги почему такой актуальный формат еще и очень носибельный это очень комфортный вариант если например вы летом продолжаете работать в офисе у вас такой относительно рабочий гардероб и при этом вам хочется какую-то структурированную сумку которая при этом будет более интересная нежели мы носим обычно осенью и зимой такие спокойные оттенки очень базовые сумки при этом и шоппер вы не можете носить к своему костюму деловому то есть это немножко другая история и вот такая структурированная сумка в которой на самом деле очень много всего поместится мне кажется это просто ваше спасение при том что даже к простому гардеробу если вы фанат например джинсов вот эта сумка очень классно подойдет на мой взгляд джинсы как правило мы носим синие голубые почему бы нет не поддержать их такой интересной сумкой цвет один из самых трендовых при этом смотрите какой он сложный многогранный и за счет такой фактуры кожа икра это смотрится еще интереснее здесь лого я бы сняла вот эту штучку мне кажется что без нее сумка будет смотреться лаконичнее здесь есть такой дополнительный ремешок я обожаю носить сумки в руке или на локте мне не очень удобно носить на плече у меня заскок кстати со школьных времен когда мне говорили что если я буду таскать учебники не в рюкзаке а в сумке а мы же все хотим перелезть в сумку чтобы почувствовать себя взрослыми меня все пугали что у меня будет перекос одного плеча вот это вот нарушение осанки поэтому я до сих пор не ношу даже легкие сумки на плече для меня это сложнее как-то вот заставить себя я обычно в руке или на локте хотя на самом деле разницы никакой и так и так если что-то тяжелое все равно ты идешь и нагрузка на одно плечо на одну руку все равно она перевешивает но тяжелого ничего не ношу просто вам так вот решила рассказать зачем не знаю здесь такая магнитная застежка никакая рука к вам сюда не проникнет можете быть спокойны даже если вы ездите в общественном транспорте все равно ничего страшного не случится ничего у вас там не пропадет я обожаю фурнитуру от Афина казалось бы но она такая простая базовая серебряная но она выглядит очень красиво и дорого есть фурнитура с таким дурацким блеском что она портит просто весь внешний вид изделия ненавижу лучше вот что-то такое спокойное лаконичное выбирать это гораздо красивее на мой взгляд мне очень нравится поехали дальше я фанатка этой сумки такая она аккуратная такая миловидная такая миниатюрная здесь кстати тоже магнитная вот эта застежка ой люблю я могу играться просто часами сидеть и есть еще дополнительный ремешок который я все равно никогда не использую но в теории вы можете сюда его зацепить и носить эту сумку как разбаре или на плече в общем так как вам удобно сама по себе она такого спокойного оттенка серого серый ведь такой оттенок для меня застывшего бетона я вот так для себя воспринимаю очень красивая очень женственная аккуратная здесь есть такой дополнительный кармашек который я очень люблю потому что когда я прихожу куда-то в театр мне нужно вот туда засунуть знаете как у сумок шанел карман улыбкова здесь та же самая история только форма другая номерочек сюда или карточку например банковскую тоже очень удобно она достаточно вместительная то есть тут места-то на самом деле немало и здесь соответственно документик на сумочку то есть как за ней ухаживает там руководство по эксплуатации и она видите ничего здесь внутри нет она все равно очень красно держит форму то есть она супер такая структурированная каркасная такая прям зернистая выделка мне безумно нравится как это смотрится именно в таком цвете прям хорошенькая опять же к весенне-летним образом будет просто идеально и последняя красотка уже в черном цвете это такая сумка которая подойдет и к каким-то образом в стиле спортшик и к чему-то более лаконичному к деловому костюму к юбке например юбка из агокожи и какой-нибудь ликотажный верх на весну и вот такая сумка в руку это идеальный вариант в том числе для зимы для осени такая знаете сумка абсолютно универсальная по времени года по аутфитам все мы любим черную обувь и черные сумки потому что это заставляет нас вообще не заморачиваться в плане подбора в плане подбора колготок мы не заморачиваемся например с обувью и сумка черная тоже всегда идеально ко всему подходит то что мы обычно носим в наших краях потому что все-таки да Петербург не самый чистый город в контексте там дорог и так далее мы в основном выбираем темную верхнюю одежду темную обувь и темные сумки что вполне логично она кстати у меня тоже пустая я специально все из нее вытащила вот это вот наполнение которое обычно в сумках когда вам ее доставляют вот эти вот все наполнители и я хотела вам показать каким образом она выглядит когда она без всего то есть она хорошо держит форму знаете за счет чего здесь такое жесткое дно широкое и жесткое с ножками чтобы не затиралась кожа и за счет этого она свою форму не теряет даже если вы минимум ее нагрузили все равно она очень здорово смотрится и сохраняет свой внешний вид свою форму когда вы девушка миниатюрная например как я вам нужно много всего с собой носить вы не всегда можете позволить себе большой тоут то есть вот эти вот такие огромные-огромные тоуты которые вместят в себя пол жизни они выглядят как сумка в которую можно поместить вас а вот такие небольшие казалось бы да они вмещают в себя столько же сколько вмещает этот тоут но при этом они выглядят лаконичнее поменьше и не создается ощущение что эта сумка которая вас еще в себя поместит это смотрится более пропорционально вашим параметрам вашей комплекции вашему росту на локоть в руку и даже вот на плечо тоже она прекрасно помещается комфортнейшая кстати очень приятная такая мягонькая в бренде Афина у меня есть мой личный промокод которым я с вами обязательно поделюсь чтобы вы могли его использовать и сэкономить денежку если вдруг вам что-то понравилось из того что я показала или что-то приглянется у них на сайте поэтому обязательно пользуйтесь я его пропишу на экране и дополнительно еще оставлю в инфобоксе чтобы вы могли его просто скопировать поэтому заглядывайте все ссылки тоже вы найдете там я думала что мы просто будем собираться на фотосессию в итоге я тут слушаю про инвестиции уже битый час про счета про вклады про облигации про банки новое образование получаю мне уже пришло какое-то уведомление от Синьков что меня пригласила куда-то я уже не поймала это еще не все а мы ждем Наташу она как приезжает из Армении и все это сразу же съемка я хочу к ней в Армению теперь чтобы посниматься там в Армении я еще не снималась первый образ тренч кстати он лиме показывала его во влоге босиношки мои лаковые давят ужасно серьги мои любимые для съемки под ботегу кольцо это масса сейчас нам сделают красный фон и мы начнем когда он весь состоит из красных флагов но в моде красный лаком 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Примерясь пальто DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 такое ко мне прилипло так круто смотрится да нет нет да напишите мне это скорее всего я уже приму решение к тому времени так она такое мягонько на такой нежненькая просто прелесть очень напоминает мне по качеству пальто от вел в stories у меня сейчас будут муки выбора может быть серая померить у нас так тепло и сегодня кстати в лоферах даже с этим образом она классно смотрится вот эти тоже классные но они тоже большие к сожалению хотя цвет красивый такой мятный еще на сайте смотрела я пока не отпустила идею взять то пальто все еще в магазине мне кажется буду ходить и думать по поводу него пока у нас тренд на 3d цветы такие юбки здесь красивые есть причем мини в нюдстор мне идеально подходят на удивление покупаю их мини платье они садятся просто то что надо не слишком коротко и прям вот оптимальная длина верхняя одежда к сожалению да сложно подобрать у них очень хороший трикотаж если вдруг не покупали еще ничего такие пальто тоже красивые двубортные прямого кроя вот эта коллекция букле была просто очаровательная и куртки мне нравится из натуральной кожи с потертостями такими винтажными сначала подумала что это эко они делают только из натуральной вот красивая юбка с прозрачным элементом то есть она по факту такая мини и далее идет прозрачный материал красиво смотрится в общем да если вы высокая девушка то то можно если вы как я то наверное не вариант вот классные топы с высоким горлом они на сайте есть но в магазине остались только в черном цвете я хотела примерить серый но его уже нет к сожалению вот эти платья очень красиво причем у них нет вот этой четко обозначенной талии то есть по сути на мой рост они могут сесть но смогут ли мне укоротить его навеивает атмосфера и талии вот этот принт для меня артишоки абрикосы тоже буклешные юбки многого уже нет быстро разбирают обычно же две проблемы проблема влог начать и проблема влог закончить но сегодня я не хочу заморачиваться потому что я зашла по дороге в ларек купила такую потрясающую клубнику голубику и да у нас сезон у нас вообще настоящая весна сегодня и 18 градусов я хочу сейчас все это поглощать уже за кадром тем более влог получился прям огромный насыщенный и мне кажется этого достаточно я вас целую обнимаю прекрасной вам недели и хорошего дня вечера когда вы меня смотрите говорят впереди ретроградный меркурий поэтому держимся у меня кстати мама вчера помогла мне с цветком добавила в него землю потому что он у меня как-то раз купал он не сам упал ему гоша помог и я очень сильно за него переживала мама вчера его реанимировала вроде все удачно в общем вот да отправляюсь напитываться витаминами целую вас обнимаю с вами была шия и пока пока